4 мая 2015 года чемпион мира по шахматам Магнус Карлсон совершил очередной спортивный подвиг. За 9 минут, играя вслепую, он в сеансе одновременной игры выиграл у трёх соперников. После сеанса его спросили. Дяденька, а вы можете голую руку стенку пробить? Могу. Даже одним пальцем. Это, конечно, была шутка. Все хотели с ним сфотографироваться. Надо заметить, что противниками Магнуса в столь необычном состязании были миллиардеры, плохо играющие в шахматы. Для Карлсона это был неплохой заработок, а для миллиардеров – наука. Чтобы хорошо играть в шахматы, миллиардов недостаточно. С 18 по 29 апреля в Цоххакцзоре прошёл командный чемпионат мира. Борьбу за титул вели 10 сборных. В итоге первое место занял Китай, второе – Украина, третье – Армения, четвёртая – Россия. В девятом туре была сыграна необычная партия, в которой Аронян переиграл Шокера в системе уйталки. По-другому эта расстановка чёрных называется гиппопотам, из-за ленивого и неагрессивного расположения фигур и пешек. Однако взломать позицию чёрных непросто. Шокер задержался с аркировкой и белые типичным продвижением пешки «Ф» вскрыли королевский фланг чёрных и выиграли партию. С 13 по 27 мая 2015 года в Ханты-Мансийске пройдёт очередной этап Гран-при, где по круговой системе будет играть 12 гроссмейстеров. Наградой за первое и второе место будет участие в турнире претендентов 2016 года. Однако, по мнению некоторых экспертов, интрига этого этапа потеряна, из-за низкой мотивации участников. Дело в том, что турнирные призовые уменьшены на 30%, а призовые за общий результат отменены вообще. Теперь становится понятно, почему расстроился Каруана. Играть приходится, потому что это отбор в претенденты, а финансовой компенсации никакой нет. В дополнение ко всему, три четверти участников не имеют никаких шансов попасть в турнир претендентов. Будет ли на этом этапе Гран-при настоящая игра, мы скоро увидим. А на этом всё, до встречи!